Друзья мои, всем привет! Очень рада видеть вас сегодня на своем канале. С вами Ольга Притухина. Сегодняшнее видео я хочу посвятить теме, которую, я думаю, каждый из вас из названия уже вспомнил. Это прекрасное средство. Раньше оно пользовалось особой популярностью. Я думаю, в каждом доме был самый обычный бальзам-звездочка. И я помню, как нас лечили, насморк, да, то есть втирали в носик, в спинку носа, в пазухи, в синусы, да, и вот в область вот здесь вот, да, межбровную, для того, чтобы прошел насморк. Если кашель, натирали грудь, спинку данным бальзамом. Сейчас он как-то немножечко ушел в прошлое, но сразу скажу, это не реклама. То есть в этом видео абсолютная правда про данный бальзам. Чем же он полезен, в каких случаях им можно пользоваться. Вообще польза и вред данного очень такого традиционного, классического, вьетнамского, кстати, средства, да. То есть оно к нам пришло из Вьетнама. Многие его зовут как вьетнамский бальзам, многие его зовут звездочка, но тем не менее. В чем плюсы данного средства? Во-первых, очень натуральный состав. Мы сейчас про это говорим, то есть содержит эфирные масла, которые безусловно наносят огромный положительный эффект на наш с вами организм, особенно дыхательную систему. И второй огромный плюс, то он достаточно доступный по цене. Честно, не могу сказать, сколько он стоит, но по последним данным, совершенно небольшое количество денег. Его можно приобрести в аптеке намного дешевле, чем многие другие лекарства. То есть прекрасный натуральный состав. Эфирные масла, эвкалиптовая, мятная, гвоздика, да. То есть это и антисептическое, обезболивающее средство. То есть действительно, когда вы берете данное средство, ну один минус, что появляется запах. Но запах именно таких трав и масел, да. Камфора, которая держит в тонусе вообще ткани. Ментол, это очень хорошее противовоспалительное средство, да. И вазелин оказывает смягчающее действие. То есть достаточно он достаточно приятный, да. Даже бывают многие средства не такие вот по консистенции приятные, как данный бальзам. Плюс ко всему, он действительно полезен своими свойствами. То есть полезных свойств огромное количество, да. То есть противовоспалительное, противогрибковое, противоинфекционное, да. То есть перечень действительно огромный. Вот мне лично в детстве, вот напишите, пользовались ли вы данным средством. Вот буквально 5, 6, 10 лет назад оно ведь было супер популярным. Когда еще не было столько всяких антибиотиков, всяких противовоспалительных, иммунных препаратов, да. То есть практически был один вот этот вот бальзам, которым мы все пользовались. И действительно, это была профилактика простуды и лечение кашля, заложенности, да, в горле. То есть вот действительно такой уникальный препарат. Мне вот, допустим, сейчас немножко обидно, почему мы так как-то вот забыли, да, про его действие. Напишите, кстати, пользуетесь ли вы сейчас им или нет. То есть уменьшает заложенность носа, да, облегчает дыхание, выводит мокроту. То есть когда мажете вот все, что нос, я уже говорила, сам носик, спинку носа, крылья носа, да, вот здесь межбробное пространство, синусы носовые. Действительно в совокупности, то есть вы намазываете на пальчик и небольшими массирующими движениями втираете этот бальзам вот в рецепторы. Соответственно, можно делать ингаляции. Это когда немножечко как на пару, то есть добавляется там микро-микро-микро небольшое количество в горячую воду и получается такой ингалирующий эффект. То есть очень хорошо лечит простуду после переохлаждения, когда вы чувствуете. Вот было такое, что промочили ноги, набегались, устали, пришли и это вот прекрасное средство, которое можно использовать в качестве того, чтобы облегчить простуду. Следующий момент это лечение остеохондроза поясничного, шейного. Очень хорошо снимает боль. То есть, соответственно, намазываем данный бальзам в области шеи, где появляется боль, соответственно, на пояснице. Боль воспаления убирает прекрасно. Также очень хорошо подходит при герпесе. То есть обладает еще и антигерпетическим действием. Это такая народная уже рекомендация. Когда на тампончик ватный, вы выдавливаете небольшое количество этой мази и прикладываете к месту, где появился герпес. Влияет на лечение головной боли. Это виски, затылок, то есть основание черепа. То есть прекрасное небольшое количество вы втираете массирующими движениями, да, вот такими вот незначительными массирующими движениями втираете, втираете, втираете. То есть уже вот этот запах, он дает такой расслабляющий эффект, который очень хорошо справляется с лечением головной боли. Втираете, втираете. Вообще, когда на руках появляется данный бальзам, мы же знаем, что здесь у нас огромное количество контактных точек, да. То есть все это вместе очень хорошо, ручки можно, да, растирать. Это очень хороший эффект, вообще успокаивающий. То есть лечение бессонницы, как вариант. То есть опять же виски, да, можно за ушками, да, вот тут вот такие, как за ушками отросточки, так называемые, такие костные. Вы вот так вот аккуратненько втираете, да, в шею, вот в затылочную часть, где основание черепа. И это все вот, если особенно, еще так чуть-чуть открыть, проветрить комнату, чтобы было прохладно. Прекрасно. Дальше от грибка ногтей. То есть мажем пораженный грибком ногтевые стороны, да, руку, ногтевые пластины. Оно очень хорошо помогает. Затем зуд убирает после укусов насекомых. То есть укусило насекомое любое, намазали прекрасно. И также оно очень опугивает любых насекомых. Единственное противопоказание, что не рекомендуется, безусловно, беременным, кормящим гроди, у людей, которые страдают аллергией. И, соответственно, детям для до двух лет. Это крайне важно. Затем, когда вы наносите данный бальзам, будьте, пожалуйста, аккуратнее, чтобы он не попадал на слизистые оболочки. Глаза, да, слизистые там носа. Будьте аккуратны, так как может вызывать такой ожог, да, слизистых. Поэтому будьте внимательны. Если попал, то лучше промывайте большим количеством воды. Друзья мои, жду вашего мнения, как вы относитесь к данному бальзаму. Помогает ли вам, применяете ли его. Обязательно пишите мне в комментариях. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на мой канал. И мы очень скоро с вами встретимся в следующих видео. Всем желаю огромного здоровья. До новых встреч. Пока-пока.